добрый день представьтесь как вы зовут из какого города и начинаете вашу презентацию добрый день меня зовут соколов denis я представляю международный сервис по бронированию рыболовных туров fish travel по данным всемирного банка на 2012 год в мире насчитывалось больше 220 миллионов любителей рыбалки и до сих пор на сегодняшний день не существует никакой глобальной букинговой платформы для этих людей среднем человек тратит два-три дня поиск необходимой информации и на подтверждение бронирования также серьезная проблема является языковой барьер что мы предлагаем мы запустили marketplace для любителей рыбалки и активного теперь людям нет необходимости часами изучать сайты делать телефонные звонки и писать бесконечные email они могут зайти на на нашу платформу по необходимым параметрам выбрать себе рыболовный тур и забронировать его в один клик преимущества очевидны как для клиентов так и для представителей бизнеса которые работают в этой сфере размер рынка мы также считали по данным по статистике всемирного банка как видите рынок большой мы планируем занять порядка 7 процентов от доступного рынка это 140 если мы и 22 миллиона полученные комиссии как эти цифры десяти тысяч зарегистрированным видом на нашей платформе бизнес-модель построена следующим образом берем 15 процентов к писте из каждого бронирования сделано наш платформу также заложено средний чек за один тур 300 а цена на одного человека это 100 из конкурентов можно выделить пожалуй единственный сервис который по модели похож на наш американский сайт fish and cooker.com но он на 80 процентов на северно-американском рынке наш сайт был в конце августа этого года с минимальным функционалом и с ручной обработкой заявок то есть с целью протестировать пост и получить обратную связь от рынка тестовый трафик выявил очень высокую удовлетворенность оказанной услугой вот а также интерес и гидов с разных стран на подключение платформ за последние два месяца мы мы еженедельно где-то выпускаем релизы и уже реализован такой функционал как конструктуру чтобы гиды могли самостоятельно добавлять туры поиск по турам разработана агентская программа для скорения подключения агентов в разных блокад и также сделана локализация на английском языке сейчас в работе находится локализация на испанском по финансовой модели финансовой модели заложен рост ежемесячный рост количества заявок 20 процентов таким образом мы через два года планируем выйти на ежедневную полученную комиссию 24 тысячи долларов что равносильно порядка 500 534 бронирования в день как мы хотим достичь этих результатов первый основной компонент эта команда у нас укомплектованная команда по разработке очень большим опытом также в команде есть опыт реализации крупных проектов управление распределенной командой разработок также запуск собственных бизнесов которые успешно функционируют на сегодняшний день второй важный компонент это финансирование согласно той же финансовой модели мы 2018 году в следующем планируем выйти на безубыточность и совокупный бюджет который нам нужен это 170 долларов что примерно плюс-минус 10 миллионов рублей на что нужны эти деньги это поддержание разработки том же ты ну пусть ускорение разработки это маркетинг и прочие расходы по цифру большая но это заложено все инфраструктурные вещи это аренда серверов налоги комиссия банковская за все платежи это юридическое бухгалтерское обслуживание собственно вот такие расходы собственно у меня все большое спасибо за внимание готов ответить на вопрос да денис а вот вы посвятили своей презентации очень много времени различным прогнозом о том как увидеть аж до двадцатого года что ну в общем то я не знаю откуда вы эту информацию взяли лишь понимаете что в принципе как бы это все там настолько фантазии до что в целом обсуждать и достаточно сложно да то есть у вас как все таки стартапа не просто там малый бизнес по которому можно бизнес-план написать почему не уделили внимание вот именно метрикам показателям которые сейчас есть если вы в августе запустились то вот каким образом ведут себя потребители да вот какой у вас там ретеншн рейда какой-то там значит может быть когорты какие-то показать могли бы если есть какие-то транзакции то какая там юнит экономика или еще что то мы запустили все верно в августе в ручном режиме то есть мы принимали заявки и в ручном режиме по телефону их обрабатывали связывались гидом обменивались контактами и уже собственно гиды проводили полотный тур мы собирали обратную связь мы так продавали продавали порядка недели за две недели мы продали 20 туров где-то 200 тысяч там средний чек был 10-11 тысяч рублей потом мы были вынуждены остановить продажи потому что закончился сезон в россии по погодным условиям начале сентября начались международные соревнования чемпионат мира рыбалки и все наши гиды которые на тот момент были зарегистрированы поехали участвовать на этот чемпионат вот и собственно дальше мы и стали в ручном режиме продолжать продажи потому что это очень сильно отвлекало от разработки и очень трудозатратно было поэтому мы сайта до сервиной обработки заявок когда можно через банковскую карту когда идет уведомление автоматически гиду идет общение через сайт между клиентами и собственно мы на текущий момент планируем к началу декабря выпустить уже и автоматизированной обработки заявок и начать продажи сейчас на ближайшие два рынка это куба и канарские острова вот собственно с этих локаций точно поэтому по метрик можно только вот эти две недели посмотреть коллега смотрите значит у меня мысль номер один которая есть проект на первый взгляд достаточно интересный сам по себе рынок рынок достаточно узкий с одной стороны он он очень большой ориентироваться на российский рынок здесь нет никакого смысла причине того что это не российский продукт сам по себе этот российская версия даже и не нужна здесь нужна изначальная версия где круглый год тепло и где непосредственно такая вещь как рыбалка чемпионаты по рыбалке вообще развиты чуть ли не на государственном уровне как вот у нас хоккей они государственная рыбалка там к нить есть вот это два третий момент который есть у меня интересует я вот не слышал скажи просто я про не по что только веб-версии или будет чем мобильное приложение к нему нас на следующий год запланировано мобильное приложение это больше для удобства гидов нежели чем для клиентов то есть принцип это но в дальнейшем это планируется сейчас мы сосредоточены на веб-версии конечно отвечая про российский рынок действительно ну поначалу нам было проще запуститься на российской рынке проверить этот как может быстрее а так то по среднему чеку и по аналитике по маркетингу нам безусловно очень интересно это европейские и юго-восточная азия центральная и южная америка ну и конечно северная северная америка интересно что там рынок уже сформирован спроса сформированы собственно всего один там игроком момент работа ну то есть я правильно вы считаете что вы можете прийти на рынок северной америки и там что-то сделать с этим да и мы неоднократно кого обсуждали с нашими менторами по поводу северо-американского рынка и сейчас ведем переговоры с акселераторами американскими ну и сша и они как раз считают что наличие конкурента единственного игрока который уже сформировал рынок который уже сформировал спрос а показатель того что действительно этот рынок существует и у него метрики есть как раз не может посмотреть и бы они наброс считают что как раз второму заходить на рынок намного проще если правильно упакуемся и правильно выставим маркетингу и стратегию коллега смотрите ну честно говоря вот но как вот так идея как презентация все красиво все здорово я конечно и диму потапинкой там трехэтажным а там крыть не умею собственно говоря как как он специалисты делает но смотрите как бы что вижу я значит а также от тех цифр которые есть на разработку 75 тысяч долларов ну я бы пошел немножко обратным кейсом пошел бы обратным кейсом я посмотрел вверх какие шаблонаторы ну например там ю клиент и клиент такой сервис который позволяет записываться но записка бы клиенту на стрижку вроде ничего схожего нет но у них есть версия мобильного приложения они за 39 тысяч рублей делать мобильное приложение хлоп в вашем случае приблизительно очень похожая история связана с букингом только в одном случае они букируют получается что парикмахера а в вашем случае они букируют гида вот если это здесь история схожа два третий момент то ну в чем я допустим вижу некую такую стратегическую ошибку будущего сайт но на сегодняшний день это 50 процентов рынка скорее всего но есть такая немало вставляющих мобильные приложения почему я про него говорю потому что ваша задача это проникнуть в мобильный телефон и доставить человека пользоваться собственно говоря при помощи push-оведомлений и иных акций его мобильным телефоном завести в ваше мобильное приложение продукты посреднические ну как пример как гостиниц как отель вы снимаете номер там холодильник у вас в холодильнике выпивка за деньги а вот то есть до до дополнительный сервис дополнительный кб сервис вы позволяет монетизироваться потому что в перспективе времени который я вижу вот вот допустим возможно большим сервисом будет пользоваться не столько букинг непосредственно гидов сколько будут пользоваться вот тот самый сейл либо cross сейл каких-либо продуктов когда вы сможете давать акции и самое главное самое главное что вы сможете замерить именно замерить стоимость ну-ка финальную стоимость не просто закачки а стоимость пользования уже ваше мобильное приложение но просто пример приведу вы инвестировали в рекламную компанию 25 тысяч рублей например и в итоге в итоге стоимость одного лида у вас то я составляет 25 рублей следом вы понимаете что 25 тысяч рублей у вас будет тысяча лидов а из тысячи лидов у вас лиды приобретут такое-то количество продуктов что на выходе вам дает но гарантированный продукт и фишка в чем в том что если ваш продукт действительно успешный то человек сегодня загрузил и сегодня уже купил а вы в буквальном смысле завтра будете видеть что вы сегодня потратили 25 тысяч рублей а завтра к примеру к вам пришло обратно 8 ну и дальше потом к бы конверсии вот в данном случае здесь и на в мобильном приложении у вас конверсионная составляющая будет быстрее и выше вот и в этом случае когда вы запингуете такие вот вещи такие параметры именно именно параметра параметром номер один почти что не вкладывать денег это очень важная составляющая именно в продукт который начинает разрабатывать то есть там типа 40 тысяч рублей это не деньги вот это раз вторым это продвижение 25 тысяч рублей в промоушен запилотировать это тоже не деньги ну для для именно чтобы снять метрики тоже не но дальше вы опять смотрите пока бы странным те которые вы сделали при промоушене через фейсбука вам нужна интерактивная аудитория потому что не интерактивная аудитория она наверное в сайте наверное носить в сайте но она не интерактивная вот 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 в чем я минус то есть их сподвигнуть на какой-то сейл либо кросс сейл будет очень сложно сама по себе поэтому сайт это хорошо но нужно почту будет генерить кэш в итоге мобильное приложение причем могу сказать так что скорее всего андроид версия будет 11 к одному то есть один айос кэш за 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 оплачен за товар будет давать прибыль любезительно 11 андроидов не оплачены то есть возможно вам андроид версия вообще не нужна будет вам вот эта вещь нужно за на мой взгляд надо запилотировать и иначе ковредима потапенко вы занимаетесь трудоустройством как бы и себя и своих коллег собственно говоря вот а вот вот а можете рассказать немножко поподробнее о команде вот что вы раньше делали да почему это начали делать у нас команде несколько несколько основателей есть один из основателей как раз профессиональный рыбак у него действует балки и 7 профессионально он также большой опыт в разработке и и до сих пор является руководить порталь по разработке то есть и международные проекты не делал вот уже выполняет инструкцию продуктован я как второй у меня есть опыт по маркетингу и по финансам собственно я за это отвечаю из моих достижений я проработал много лет в энергетике и инструктурными проектами с бюджетами больше миллиарда рублей с географией там от калининграда до дальнего востока собственно также распределенными командами и есть успешно запущенные бизнесы у меня это одна это комплексная система безопасности для энергообъектов у нас порядка 70 внедрений по россии под станцию стоит наша система на на саммита от с мы реализовываем вот и второе это развлекательной сфере плюсе которые существуют в москве вот так же есть еще партнеры программисты которые тоже являются соучредителями правильно как и сооснователями вот это два пкн запуска и один системный администратор тоже у каждого опыт большой по работе в этом направлении а почему тогда вы если у вас есть разработчики в команде ручками там что-то делали они сразу пытались привлечь трафик и соответственно показать что к сделке как-то делаются бизнес модель подтверждена так я собственно проект иначе что мы когда сделали минимальный по сути лэндинг пейдж у нее запустили трафик и протестировали как раз и конверсии и первые продажи посмотрели сняли обратную связь сделали с такой ксдф полноценный да ну и вот как то какие у вас от метрики с точки зрения вот юнит экономики да то есть там сколько стоимость привлечения клиента сколько вы на нем зарабатываете в итоге на одном клиенте ну комиссии у нас было 15 процентов ну и есть до сих пор средний чек в россии у нас там получился по разным уровнем где-то 11 тысяч рублей соответственно зарабатывали где-то 1700 с каждой сделки вот они условно показательные после что касается конверсии то конверсию мы достигли где-то 0 4 процента продаж а вы тратили и вы тратили что-то на рекламу до трафик как вы привлекали сколько стоимость привлечения одного нового клиента у вас стоимость привлечения клиента получалось где-то в районе тысячи рублей то есть там экономику было при там тысячи 500 мы зарабатываем тысячу мы тратили на привлечение клиента но еще раз повторюсь что здесь не совсем корректно смотреть цену привлечения клиента на том лендинг который был я был минимальное количество во первых предложений с точки зрения гидов во вторых с точки зрения форма захвата с точки зрения маркетинга продажи которые эмоциональные в один момент случаются и то что мы смотрели анализировали то есть это пойти купить билет зоопарк например пришел на сайт купил и пошел то есть эта история про 5 касаний поэтому одна из основных стратегий продаж это как раз в социальной серии где у нас длительный контакт с клиентом мы через контент а делаем из них подписчиков потом продающий контент продаем им тур показываем новое направление показываем как бы новое предложение скидки сезонные и так далее поэтому у нас купили тут никто не сделает с первого раза и когда мы закрыли эти две недели тестового транспорта продажи у нас догоняли потому что люди мы им напоминали нас возвращались на сайт находили себе компанию на что касается трудоустройства я не успел прокомментировать ваши слова все деньги 175 тысяч долларов не заложены никакой зарплаты кофаундерам и прочее то есть это исключительно деньги на привлечение сторонних людей дополнительно нужно чтобы ускорить разработку что сейчас мы финансируем это собственными средствами вот и собственно задача просто темп разработки и так неплохой коллеги я прошу прощения но знаете у меня вот ну вот где-то внутренне возник вопрос я вот искренне не понимаю а что там разрабатывать ну то есть booking платформ booking платформ там такси booking отели booking рестораны booking парикмахерский booking уже полным полно эти платформы они уже созданы размещение в нем там текстового графического там контента и так есть прием платежей тайминг тоже уже есть вот просто пример говорю как бы серая сервис you clean.ru you clean.ru посмотрите там и серым системы там и звонки входящие там и воронка стартовая воронка продаж там и приложение он за 39 тысяч делают ну за 40 тысяч рублей сделают на их платформе welcome пожалуйста то есть эти эти вещи есть дальше стоят вопросы столько промоушена больше ничего ну на мой взгляд давайте сделаем так смотрите как стартап которому нужны инвестиции я на вас я вас на стартап шоу пригласить не могу потому что вам инвестиции прямо здесь сейчас не нужны вот прям здесь сейчас но как стартап за некой менторской поддержкой либо за мнением еще экспертов которые будут сидеть на мероприятии я вас приглашаю собственно говоря поэтому ну Дарья здесь рядом с нами находится вы как бы с ней свяжитесь у нее узнаете об условиях о сроках участия вариант того чтобы вам услышать некий менторский фидбэк и возможно пригласить кого-то в проект в качестве ментора возможно господина Полейхина или там Румянцева Сашу или еще кого-то это более реальная история нежели поднять 175 тысяч потому что сейчас их просто не во что ну в буквальном смысле не во что инвестировать вот ну на мой взгляд это так выглядит но возможно я ошибаюсь возможно я ошибаюсь возможно я не прав именно поэтому вы спите на стартап шоу welcome я вас приглашаю за менторской поддержкой вот хотел бы сказать что вот вы говорите что не совсем корректно смотреть текущие показатели потому что это было так криво вся криво на самом деле корректно смотреть только вот текущие показатели некорректно показывать вот эти все будущие проекции что у нас такой-то оборот будет к такому-то году такой-то там к такому учитывая что то есть вы это можете сделать например в лучшем случае на текущих показателях да если строить проекции если вы говорите что текущие показатели они не всем корректны да то в целом тогда вообще непонятно на чем можно это строить поэтому это показывать инвесторам бессмысленно можно конечно да показать людям которые в целом мало что понимают вот но здесь вот все четко пока у вас на каком-то небольшом кусочки значит не получится показать хорошие результаты да когда у вас там например хорошая конверсия дальше там хороший retention rate пользователям нравится они возвращаются да значит пока гортом смотрите как вы показываете как ведут себя значит посетители сайта те кто там уже например зарегистрировался показываете как у вас там значит в динамике развивается стоимость привлечения клиента и так далее то есть когда вы это все показываете и вы показываете смотрите у нас все получается но на небольших деньгах на небольших объемах и вы просите например эти деньги говорите а давайте теперь мы попробуем показать насколько это масштабируемо да насколько можно взять залить туда немножко денег продвижения и у нас эти вещи сохранятся все инвесторы знают что скорее всего они все полезет в крись и в кость да не сохранятся эти показатели но для них это и есть риск и то есть венчур да что например залить посмотреть а вдруг все-таки будет также хорошо масштабироваться да эта история вот поэтому когда вы приходите у нас здесь ничего не клеится ну дайте мы сделаем продукт да это на самом деле не не очень как бы красивая история поэтому лучше сосредоточиться сфокусироваться на допустим там в платформе то есть либо на том на чем вы считаете вам проще сделать с точки зрения усилий да не брать сейчас не трогать всякие мобильные приложения либо еще что то а делать тот продукт доделать полноценный на котором вы можете вот просто показать что у вас что-то получается потом уже привлечете когда деньги да будете соответственно уже разрабатывать там дорабатывать полностью платформу да соответственно разрабатывать приложения какие посчитаете нужными там каким-то образом еще экспериментировать сейчас вам для того чтобы в принципе привлечь деньги нужно просто показать что вот смотрите у нас вот получается если мы привлечем сейчас денег мы показываем что это будет масштабироваться просто под там идею под гипотезу что у вас вот двадцатом году например вот это будет такое привлечь достаточно сложно хотя конечно можно найти людей которые в целом что-то слышали про стартапы да и там вдруг решат что нашли свою звезду которую долго искали и в общем-то проинвестируют но обычно такие люди потом и спрашивают как бы по-другому да в плане того что ты же мне рисовал двадцатому году такую цифру вот будь добр за эту цифру ответь поехали на пикник вот или на шопинг и за малиновым костюмчиком спасибо большое в общем позвоните дарья она расскажет вам про условия надеюсь вы услышали ну самое главное что хотели себя слышать поэтому велкам давайте посмотрим что скажут другие эксперты все ну а мы сейчас будем звонить следующему нашему стартапу поэтому дорогие друзья ждем соединения следующим проектом я хочу сказать о том что партнером стартап шоу челлендж тур является общественная организация инновационная россия дорогие друзья если инновации технологии создающиеся в россии вам близки и интересны то велкам присоединяйтесь в наши ряды подробная информация в описании разумеется на сайте стартап шоу точка про если у вас у ваших друзей есть крутые супер крутые стартапы и вы хотите их нам презентовать то опять же ссылка в описании заходите на сайт стартап шоу точка про заполняйте присылайте ваши проекты и я с моими друзьями моими коллегами разберем их лучше напоминаю поедут на стартап шоу в дубай обязательно ставьте лайки ставьте дизлайки подписывайтесь на наш канал рассказывайте своим друзьям о том что мы существуем если у вас есть реально крутые стартапы заходите на стартап шоу точка про заполняйте нашу анкету мы будем рады смотреть любые ваши проекты и знаете что только на нашем канале развивают цифровую экономику и только стартап шоу является шоу о стартапах технологиях и инновациях создаваемых в россии будем рады вашим комментариям до скорой встречи